Текстурирование. Развертка, которая выглядит как снятая шкура на персонажах или как выкройка для одежды, это лишь основа для рисования самой текстуры. Учить вас рисовать я, конечно, не буду, но зато расскажу про всевозможные инструменты, которые помогут справиться вам с этой задачей. Создание текстур. Активирую пресет UV Edishing. Текстуринг. Генерация. Прежде чем мы начнем рисовать, нам нужно создать холст. То есть сейчас развертке просто нечего проецировать на модель. Я взял традиционно кубик и развернул его автоматически самым простым способом. В окне развертки внизу красуется жирный плюсик. Клик на него, но не торопимся сжать ОК. В этой менюшке важно практически все. Название. Сразу дайте текстуре адекватное название на латинице. Не плодите безыменные текстуры. Сами потом запутаетесь. Размер. Да, это важно, что 1024, а не 1000. Да, можно сделать 1000 и вообще любой другой размер. Но компьютер работает с двоичным кодом и комфортнее ему обрабатывать квадратные текстуры со стороной 2 в степени. Ну, там 512, 1024, 2048. У кого совсем туго с математикой, спешу обрадовать. Достаточно дописать к числу. Арифметическое выражение и значение посчитается само. Например, 1024 разделить на 2. И да, эта арифметика работает с любыми значениями в блендер. Очень удобно. В Color задается цвет и даже прозрачность создаваемой текстуры. Внизу галочка гипердинамичного цвета. Ну, вот есть еще выпадающий список. По умолчанию, Blank, монохромный лист по указанному цвету. Но есть еще и грид. Тестовые сетки. UV-грид. Сгенерирую, посмотрим. Получились такие шашечки с крестиками. 3D-вьювер все еще находится в режиме Solid. Чтобы текстура стала отображаться, нужно перевести в Texture Mode. Ну, и если раздражают затенения, то можно наплодить лампочек, либо в нумерик панели во вкладке Shading зажечь галочку Shadeless. В прошлом уроке мы имели счастье наблюдать тепловую карту растяжения и сжатий на развертке. UV-грид это проверочная текстура. Если где-то на модели текстура явно другого масштаба, мы это увидим и обязательно поправим на развертке. Две новости. Одна хорошая и еще одна хорошая. Для художников рисование текстур в 3D-редакторе занятие малоприятное. Каждый привык к своей любимой рисовалке и довольно странный интерфейс Blender отпугивает. Однако, однозначное преимущество рисования прямо в Blender это возможность рисовать как на плоской текстуре, так и на 3D-модели прямо во вьювере, вращая ее как вздумается. И второе. Да, Tool-панель рисования непривычная, но зато она едина для этих двух окон, в результате чего вы в реал-тайме видите изменения и там, и там. И даже если Blender как рисовалка вас не устраивает, то основу для финального текстурирования уж точно можно сделать тут. Кисти. Очень коротко про само рисование. Для начала в обоих окнах нужно выйти в этот самый режим. Paint. В 3D-вьювере Texture Paint. Уберу лишние панельки, оставлю только панель рисования и попробую в одной из них переключаться между кистями. Как видите, изменения в Tool-панелях синхронны. Для нас это значит, что можно оставить только одну панель. Кисти. Внешний вид их иконок говорит сам за себя, поэтому нет смысла рассказывать, как они работают. Возьму пока стандартную. Под иконкой кисти регулируется размер и сила влияния или прозрачность. Размер также регулируется во вьювере при помощи хоткея F. Это гораздо нагляднее, чем в интерфейсе. Плюс сочетание Shift-F управляет пером кисти, а Ctrl-F поворотом ее, если вы рисуете текстурой. Режим смешивания прячется за надписью Mix в выпадающем списке. Еще больше настроек во вкладке Paint Stroke, тот же Jitter, например, 0.85. И еще более тонкое управление пером кисти, то есть переходом от центра к прозрачной периферии, есть во вкладке Paint Curve, то есть переходом от центра к периферии, можно управлять и с помощью заготовочек, и задавая вручную. Текстура. Если она вам понадобится, то летим прямиком во вкладку Текстура. Создаем новую, по умолчанию вылезает Cloud, и если нужно что-то другое, например, картинка, то нужно залезть в окно свойств, в панель Текстур. Эти части можно создать рядышком, там внутри нужно только перейти в режим редактирования текстур и выбрать нужную кисть. Только цвет самой кисти введите в белый, иначе выбранная картинка будет окрашиваться. И не перебудайте в тул панели рисования вкладку Texture и Texture Mask. Второе, это карта интенсивности кисти, то есть не цвет, а прозрачность. Стенцил. В тул панели во вкладке Текстуры полно всяких режимов. Расскажу про Стенцил. Шаблон. Он просвечивается под вашей картинкой, правой кнопкой мыши его можно подтаскивать под нужное место, и кисть будет переносить на текстуру подложенный рисунок. Штамп. Если вам нужна, ну вот именно эта описанная функция, то все еще проще. Не нужно настраивать текстуру. Выбираете кисть Clone. У нее прямо в меню под иконкой можно указать картинку, которая будет подложена под текстуру для клонирования кистью. Во вьюпорте с 3D моделью та же кисть клонирования работает несколько иначе, как штампик в фотошопе. Левая кнопка мыши с зажатым контролом. Клик указывает место, откуда будет копироваться картинка. И потом уже без контрола та же левая кнопка мыши рисует выбранной областью. Этот инструментарий нужно пробовать. Все это запоминается на уровне механической памяти, поэтому дальнейший рассказ про кисти будет пустой тратой времени. Кисти, как и материалы, можно клонировать и настраивать под себя. Не забывайте только нажимать на F под кистью, создавая фейковый датаблок, который не удалится при закрытии-открытии файла. Paint Branch. Так называется ветка разработки Blender, которая ориентирована на рисование. Именно оттуда в Blender постепенно просачиваются приятные фичи. И поиграться с ней, как всегда, можно, скачав с Graphical.org. Но это для оценителей жанра. Мы идем дальше. Ну и наконец. Сохраните свою текстуру, блин. Она после создания лежит в буфере. И после перезагрузки файла пропадет вообще полностью в никуда. Навеки. Безвозвратно. Если вы ее не сохраните. F3, тот же хоткей, что и позволяет сохранить результат рендера. Указывайте имя, место, формат и сохраняете. Рекомендуется PNG. Редактировать текстуру, конечно же, можно в любом растровом редакторе. Никто вам слова не скажет. И при желании можете забыть блендеровские кисти, как страшный сон. Даже более того, скажу, можно сохранить как отдельный файл саму развертку. Переходим. Объект в режим редактирования. Окно текстуры в режим View. И вот тут в меню появляется список операций. UVs. Тут первой же строкой экспорт развертки. Ненарисованные текстуры. А именно сеточки развертки. Причем как в растровом формате PNG с прозрачностью, так и в SVG в векторном формате. Можете потом даже распечатать и склеить развертку. Получится персонаж. Рендер. Если сейчас шлепнусь на F12, то текстуры, вопреки всем ожиданиям, не будет. Все в порядке. Так и должно быть. Это не глюк. Просто за два прошедших урока мы ни разу не настраивали материалы объектов. А текстура на рендер, естественно, выводится только через шейдер. Все, что вы видели во Viewport, просто сделано для вашего удобства и скорости работы. О шейдерах мы поговорим в следующем уроке. А пока хорошенько разберитесь с инструментами рисования. Попробуйте что-то затекстурировать. Пусть даже в режиме OpenCL в Viewery хорошие текстуры часто важнее шейдеров. Напоследок, я хочу рассказать про очень клевую штуку. Запекание текстур. Это значит, что настроенный шейдинг и процедурные текстуры и растровую текстуру можно запечь, слить в одну единую текстуру. Например, выйду в дефолтную настройку, создам голову Сюзанны и разверну ее простым автоматическим способом. Конечно, было бы лучше сделать ей нормальную настройку, но лучше сэкономим время. Далее создается простая текстура и на самой Сюзанне устанавливается простой материал, а в настройке Мира указываю Ambient Occlusion. Я быстро все делаю, но операции стандартные, я думаю, вы понимаете, что происходит. Магия. В окне Свойств. В панели настроек рендера. Внизу. Есть вкладка запекания Bake. Тут в списке выбираю Ambient Occlusion, большего мне пока не надо, и жму на клавишу Bake. На текстуре начинает твориться колдовство, растет Ambient Occlusion. И теперь в режиме отображения текстуры, даже в режиме Shadeless, будет выводиться довольно интересный результат. Можно сказать, финальный рендер в реалтайме. И, конечно, такую текстуру можно использовать для дальнейшей работы по текстурированию и для быстрого рендера каких-то статичных объектов, например, архитектуры. Для игр так можно запекать текстуры для разных окружающих сред. И запекать с недавних пор можно даже результаты из рендера Cycles. Все. На этом магия заканчивается. Всем удачного рисования текстур. Дальше я с одного очень интересного ракурса расскажу про шейдинг с текстурами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова